Я рад приветствовать вас на телеканале «Инпакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Я напомню, прошлая программа была очень интересна и уникальна. Если у вас не было возможности присутствовать с нами на прошлой программе, друзья, пойдите в YouTube, найдите эту программу. Потрясающе. Просто я знаю, что вы благословены были. Те из вас, которые не видели, рекомендую настоятельно. И не только я. Со мной сегодня снова в эфире продолжение прошлой программы. Я называю вас человеком уникальной судьбы. Уникальной судьбы. Это Татьяна Павловна Федорова. По девичьи Дубровская. Мы говорили о том в прошлый раз, что практически… То есть как вы пришли к Богу, как семья пришла к Богу, как родители пришли к Богу. То есть это настолько… Биография настолько уникальна, что она достойна целой книги. Вот если Бог положит вам на сердце написать, это должно быть достоянием очень-очень многих. То, через что вы прошли. И отец ваш получал глубокие откровения. Даже еще не будучи крещеный Духом Святым, Бог уже показывал ему наперед, наперед. А когда отец получил духовное крещение, началось пробуждение с вашей семьи, семьи Дубровских. Многие в неведении. И эта часть истории пробуждения в Таллине и в Прибалтике, она упущена историками. Это я констатирую факты. Она упущена. Почему? Немногие знали о том, что пробуждение, оно не пришло в 75-м году или в 80-е. Оно началось в 40-х годах. Началось с вашей семьи, семьи Дубровских. И это очень важно запротоколировать. Особенно вам, христианские историки. А 75-е, 80-е годы пробуждения в Таллине, это уже было следствие того, что Бог начал делать в 40-х годах прошлого столетия. Итак, Татьяна Павловна, мы остановились на том, что начались горячие молитвы в вашем доме. Явно, что это не понравилось дьяволу. Явно. Продолжайте, пожалуйста. Вот что, действительно, когда началось пробуждение, уверовали комсомольцы, молодежи много. И это заметили, которые этому очень противились, как можно сказать, КГБ. Они решили, чтобы в нашу среду, для того, чтобы узнать все подробности, они подослали одну женщину, уже, можно сказать, пожилую. Как будто она пришла в нашу баптистскую церковь, уверовала, приняла водное крещение, но она была неверующая, потом мы узнали. В хор вступила, да, и везде-везде стала с нами, с молодежью общаться, потому что мы по домам общались, везде повсюду ездили, по всем городам. Вот. И ей нужно было все знать. И мы удивлялись, что она пожилая женщина, ее называли Аня, только я забыла фамилию. И она везде с нами была, и ей нужно было все-все передавать в КГБ, что мы делаем, кто говорит, кто организует, кто приглашает, в каких квартирах, все-все. И это длилось, пока она все собрала, до 52-го года. До этого она трудилась, и все данные она доносила в КГБ. И когда случилось так, что как раз накануне, перед Арестом в нашем доме, она пришла, ну мы не знали, пришла для того, чтобы просто посетить, а она принесла какой-то антисоветский журнал и спрятала за шкаф, и никто это не видел. И назавтра нагрянули обыск и арестовали мою сестру, старшую Веру, папу арестовали. И брат Миша Федоров был тогда тоже, он первый срок уже отбыл. До того. Да, до этого. И ему вот в то время еще давали и расстрел, и потом дали 25 лет, и он 6 лет отбыл. И приехал в Таллинг, кто-то его пригласил, и он с нашей молодежью был. И он как раз в этот вечер зашел к нам. И уже поздное время был, а за ним следовали люди какие-то, он видел, почему за ним все время ходят девушка и парень. И они увидели, где он будет ночевать, а он как раз пришел к нам, а ему нельзя было вообще, у него было поражение. В правах. Да, в правах. Пять лет он не должен был в городе, только за городом он тогда работал и жил там. И вот, наверное, в 12 часов друг заходит и говорит, вы арестованы. В первую очередь сразу Федору Михаила, это однофамильец, не наш родственник. Его сразу забрали, а потом стали у нас обыск делать. И в первую очередь вошли в эту комнату, сразу за шкаф и вынули этот журнал. Подброшенный. Подброшенный, потому что у нас же его не было и не знали его. И вот делали они обыск до самого утра. Они перебрали всю литературу, забрали Библию, которая у нас была, конфисковали все имущество, хотя у нас там мало чего можно было брать в это время. И облигации все описали, все какие только деньги, все, что они нашли. И главное, тогда писались гусли, все писались мы вручную, переписывали. И вот такие целые гусли переписаны, все забрали они. И к утру не разрешили говорить с папой и сестрой. И утром уже их погрузили, а Миша Федоров уже в этой машине сидел всю ночь. А их уже к утру туда поместили. Мы попрощались, но нельзя с ним было подходить. Но что меня удивительно, я тогда уже работала в этой лимот ученицей. И пришли и хотели утюг тоже описать, конфисковать. Я говорю, вы не имеете права, это мой личный утюг. Я же работала в этой лимоте, это же я купила. И вот его оставили. И увезли их. И вот что случилось. Когда тронулся, как это называется? Воронок. Воронок. Их каждый в отдельности, там в этом воронке были разделения, и каждый в отдельности их посадили. Там перегородка была в этом воронке. И говорит, только тронулся. И вдруг папа запел. Господь, прибудьте с нами. И они услышали пение, и Вера, и Миша, и все трое они пели до самой тюрьмы. И дело в том, что это не до тюрьмы, а она называлась, это около Оливиста. Там было, вот там отделка гибистов был. А там через маленькую дорогу, большое здание, их туда и привезли. И это было такое свидетельство для этих военных, что они сказали, никогда в жизни мы это не слышали. Когда, говорят, мы увозили арестованных, кричали, рвали волосы на голове, что только не делали, плакали, а это поют. И вот они говорят, за Господа мы страдаем, поэтому мы радуемся. Вот это было такое свидетельство. И вот их стали допрашивать. Первого папы допрашивали за этот журнал. Вы с вашего дома конфисковали журнал антисоветский. А что там? Он заставляли ему дать подпись, но он не соглашался. Что с ним только не делали. Они головой били об стенку и заставляли ложиться, вставать, ложиться, вставать. Он тоже уже пожилой был. Но только по ночам их вызывали, как во всех. А днем не давали ни минуты спать. Нельзя было. Если только кто-то лежит спать днем, сразу их вставали, будили. И точно так же с моей сестрой. И настолько они были изнеможены, потому что спать нисколько не давали. Всю ночь допрашивали, а днем спать не давали. А сестре было 20 лет с небольшим летом. Да, и все время ее называли святая дева в КГБ. А папу называли святой отец. Ну, они по-своему. И сколько там, два месяца они вот так допрашивали. В это время вызывали всех наших друзей на допросы. Где они, значит, нашли фотографии. И где были друзья, верующие. На фотографии и наших друзей очень сильно допрашивали. И мою сестру, мою сестру Шуруменьши, старше меня. И других молодежи очень сильно допрашивали все, где были, что и как. А они не говорили. Научили их, чтобы... Ну, некоторые, конечно, не могли этого сдержаться. И потом им было плохо. Когда их уже вызвали на суд, нужно доказывать о том, что они говорили. И вот два месяца шли допросы. И потом, значит, объявили, что будет суд. Суд будет, Верховный суд будет. И поэтому нам известили. И нас не разрешали вообще войти. Когда их привезли, мы все уже там были. И это... Как сказать? Вот эта женщина, которая работала среди нас, она... Это предатель. Шпион это. Да, предатель. А она открылась, знаете, каким образом? Мы одного брата, молодой болгарец, он не хотел, чтобы его вызывали, и видеть, что аресты. И он решил обратно уехать в Россию. И когда мы все, молодежь, собрались на Балтийский вокзал, чтобы его провожать, а эта сестра, это как женщина, Аня тоже всегда следовала. А один брат, говорит, отошел в это время пойти в туалет. А она-то его не видела. А вдруг он видит, что она, это Аня, идет прямо в отделение полиции, там в вокзале есть специально по пропуску, она дает пропуск и прямо идет, и через короткое время возвращается и приходит туда, на вокзал, где мы пробожаем этого брата. А он и говорит, знаете, что я видел? Аня, говорит, ходила в отделение полиции, и, говорит, ее пропустили, ее там знают. И она возвратилась обратно, она зашла в вагон, посмотрела, какое место у этого брата, номер, все. И она нам, и мы тогда все поняли. А, вот что. Бог открыл глаза. И через несколько остановок, я не знаю, сколько уже сейчас забыла, вдруг в время остановки входят, полиция к нему и забирает его. И допрос. Сняли с него допрос. Почему ты уезжаешь? Где ты? Что? Ну все, что только он мог сказать. Он понял. Его допросили, на следующий поезд посадили, и он уехал. И потом он пишет нам письмо, что знаете, что со мной случилось? Что сняли меня вот там-то, допросили, и все. И мы тогда все поняли, вот зачем она это ходила, ну, дала данные, где, в каком вагоне, какое место, и какой он. Татьяна Павловна, как вы думаете, почему Господь допускал, когда вы задумывались ли когда-нибудь, или в беседах, может, вы с Сергеем Григорьевичем об этом говорили, с родителями говорили, почему Господь допускал таких предателей? Какое ваше мнение? Почему Господь допускал это? Я в ответ хочу сказать, а почему Господь допустил, чтобы его среди двенадцати тоже был Иуда? Вот так она есть. Значит, Господь допустил, а в свое время открыл. И когда мы все уже убедились, узнали, стали, значит, от нее скрывать, собираться, и поэтому она даже на суд, когда судили, она тоже пришла, ходила по коридору, но мы уже с ней так не общались. И она все время убеждала, да вы что, я ничего, но на собрании случилось, когда мы очень много постились, и я во время поста случился у меня оморок, и я так упала во время собрания баптистов. И тогда все собрались, ой, то, другое нужно там скорую вызвать. Она сразу пришла, а так стала беспокоиться. Беспокоиться одна молодая сестра, она такая очень, Ваня Макарова, она сейчас жива, она при всех сказала, что ты еще здесь беспокоишься? Ты же предала всех наших братьев, и ты еще, значит, и всем стало известно, ей уже стало не по себе. И вот после узнали, что когда хану Дуардунду, тоже регента нашего, женщину, у ней муж был слепой, они двое жили. И знаете, она тоже пришла туда, к ним перед арестом, и попросила, дайте, знала, что она из немцев, вот, Хану Дуардунду, она из немцев, кажется, или она жила в Германии, или я же не помню, но у ней, может, вы дадите какую-то литературу мне, вот, попросила. Она открыла, у ней такой, где она хранила литературу, спустилась, дала книжки, что она интересуется. и тоже эти все книги, которые она все свидетельствовала о том, что это ее работа. Ну, в общем, все, что она сделала. А моей сестре, она тоже пришла, что я должна, день рождения, она принесла три рубля и говорит, слушай, я тоже хочу, давай устроим тебе день рождения, вот, как раз накануне она пришла, чтобы собрались люди, и ей еще последние данные передать, что она видела, что слышала, кто что говорил, вот, и все она это сделала. И когда уже был суд, через два месяца, она туда пришла, и что-то с ней случилось. Я так иду, сзади ее, она впереди ее, и я смотрю, просто кровь стекает ее по ногам. Что-то, какая-то болезнь ей случилась, и просто вот так кровь течет. Мы говорим за предателя. Да, за предателя. Вот этот предатель, уже Господь ее наказал. Татьяна Павловна, вот мы сейчас остановимся конкретно на суде. Скажите, пожалуйста, когда начались гонения, я говорю не на христиан, не за суд говорю, когда начались гонения на вас непосредственно в церкви, за то, что вы начали ревновать так о Боге? Это было до суда или после? Это после суда. Это после. После первого суда. Понял. Теперь идет суд. Да, сейчас идет суд. Два дня был суд. Верховный суд. И нас никого не пускали, только свидетели. Федора Михаила обвиняли в том, что он, поскольку он не принял оружие во время войны, зато его осудили, что он проповедовал, чтобы не шли в армию, не принимали оружие, ну, в общем, в эту тему его, и что он как бы главенствовал. Мою сестру тоже, что он старшая была среди молодежи, и она учила. Вот очень жалко, когда преди, я вам дам это дело суда, там все обвинения, кого за что судили. А папу судили за то, что он держал антисоветскую литературу, и второй предоставлял свое помещение для нелегальных сборищ. В общем, вот такие обвинения. И вот во время этого суда вдруг приходит это Лида Сомова, которая во время войны радистка. Она узнала... Жила в вашем доме. Да, жила. Она узнала, что суд судят. Советская разведчика. Советская разведчика она узнала, она попросилась в суд, и она там такую речь сказала, что и вы, когда, говорит, эти люди, вот Вера особенно ей свою одежду давала, чтобы... Ваша сестра. Да, одежду давала, и приняли меня, и как бы сохранили меня. Они своей жизнью не дорожили. Вот. Они могли бы все идти под расстрел. И вы сейчас им даете 25 лет. Им давали 25 лет. Всем давали по 25. И сестре, и отцу. Да, да. Всем-всем. И вот когда она выступила и говорит, вы... В общем, она такую заступническую речь сказала, что они решили, значит, вот сестре и моему папе 10 лет. 15 лет сбросили, а другим всем 25 оставили. Вот. И когда кончили, я знаете, когда они выходили, вот этот пресвитер Симаков, он уже такой уже пожилой, и Ханна Дуарновна, муж, один слепой дома остался, они такие лица, такие были скорбные, были, и мы вот они выходили, мы так прощались с ними, и их завели, завели в такой один обход. А мы с подругой уже узнали, что это последний день, уже известная им судимость, мы пробрались на чердак. А внизу... Там же в суде здание. уже после суда. Там выход такой, выход, специальный выход для вот этих виновников. И мы ждали, когда их будут на улицу возить. И вот вдруг открывается дверь и их по ступеньке, а мы выше ступень наверху. И вот смотрим Миша первую вывезли. Просвитер. Он не просвитер. Это молодой брат, который родственник. И я ей говорю... Вы ему кричите? Да, я кричу. Миша, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. И он, когда спускается, он услышал. И говорит, как гром, говорит, у меня это... Волос нет. Я слышал, а потом услышали эти конвоиры, кто там известили, что кто-то наверху на чердаке из этих... Потом пришли, нас выгнали. Но он потом уже, когда вернулся, и говорит, ой, мне было такое слово от Бога, что будь верен до смерти. я говорю, так, голос был. Господь вас использовал, чтобы в последний такой тяжелый момент поддержать его и укрепить его. он уже второй раз, и он в тяжелых условиях тогда был, он на лесоповале. И то слово, которое вы громогласно произнесли с чердака, держало его. И знаете, что с ним потом произошло? Когда он уже абсолютно изнемог, он пришел, там братьев, было много братьев, они собирались на молитву, уже где-то собирались они, и он пришел и говорит, знаете, братья, все, конец моей жизни больше, я не могу даже встать и идти на работу, я не могу больше, будем молиться, потому что уже такое состояние, что силы у меня больше нет. и вот говорит, братья встали на колени и вдруг через одного слова говорится, завтра будешь освобожден от этой работы. Прямо пророчество. Да, пророчество было для всех. Он так, ну как же завтра, как это может быть? И вот представляете, утром заходит начальник, вызывает Федора Михаила и говорит, вас переводят на другую работу. У него, он же учителем работал, очень хороший почерк, такой чистый, такой очень красивый почерк, и его назначают какой-то, ну, каким-то писарем каким-то. Писарем, да, вот где составлять то же самое, когда приезжает туда. Протоколы какие-то. Да, какие-то что-то писарем. И так Господь помог ему. И представь себе, точно на завтра исполнить это слово от Бога, и он остался живой. И это он вам рассказывал потом. Ну да, он уже когда вернулся, вот после трех лет, когда Сталин умер, он уже последний вернулся, потому что он был в Инте, и там очень тяжелое было. Татьяна Павловна, друзья, в эфире Татьяна Павловна Федорова с нами, друзья, и мы как раз, пожалуйста, если вы прошлую программу не смотрели, часового формата, посмотрите, пожалуйста, это продолжение нашей прошлой беседы с Татьяной Павловной. Татьяна Павловна, а вот остановитесь, пожалуйста, как отца судили, конкретно, осудили затем, потом увезли от вас, как ваша семья отреагировала, как дети? У нас же конфисковали, да, им еще дали 10 лет, и поражение прав еще всем по 5 лет, тоже им всем. То есть они готовы были уйти на 15 лет из семьи? Вот, но мы тогда усиленно все молились, все очень усиленно молились, и Господь и пророчество давал, и видение у моего брата, которому было 12 лет, очень Господь сильно видение давал на все наши нужды, и Господь открывал. И у моей сестры тоже было даром пророчества, и даже в то время Господь уже сказал, придет время, когда я вас переселю в другую страну, еще в то время было сказано. Это были в 40-х годах. Да, поэтому уже Господь все предусмотрел. И тогда, знаете, что после всего этого, когда я хотела очень за суд вы хотели рассказать, интересную вещь сказать, очень интересную имела, ну ладно, я может быть вспомню, но мы продолжали молиться и верить, и в это время, когда они были в тюрьме, Господь прислал к нам, приехал к нам один с Ленинграда инженер, Сергей Кеварков, его направили к нам в Эстонию, как-то в карьер, в карьер, инженером каким-то, да, он инженер, да, и в Калавере, в поселок Калавере, там, где добывали эти... На рудниках где-то, да? Там, где мы тогда жили еще, в Калавере, и он такой благословенный брат, и он познакомился с нашей молодежью, потому что мы все остались как бы одни, и нам такой Господь прислал такую помощь, он такой молитвенник, такой благословенный, он знал с нам общаться, и первый раз мы в своем вот на Серби улице в нашем доме семь человек собрались из нашей молодежи, который... И он стал с нами беседовать, поднимать наш дух, Слово Божие стал разбирать, и он в прошлом году только умер в этой... В Армении? В Армении, да. И он приехал туда в Армению, в Армению, Господь его когда прислал, после уже нас, он три года у нас был в Таллине, и с нами общался, по ночам мы молились, и он так нас поднял, всю молодежь, и мы не были уже сиротами. То есть Господь не оставил вас? И когда уже возвращались наши узники, мы все вместе с ним встречали на Балтийском арзале всех. И теперь я бы хотел, чтобы вы более конкретно остановились, вот забрали отца. Там произошло целый ряд чудес, целый ряд чудес. Когда начали изгонение непосредственно, к сожалению, в церкви от своих на вас, это было после возвращения отца, да? после возвращения. Ну, что было в узах отца? Да, после возвращения... Нет, нет, сначала насчет уз отца расскажите. Он, знаете, его господь так чудно устроил, что он был уже довольно... Сколько нужно мне было точно посчитать, сколько ему было лет, он очень слаб ногами, у него спина очень болела, и его направили в столовую. Вот, он там помогал бореть, кушать. Это в Россию его вузы направили, в Россию, да? Нет, он был в Виркутске. В Виркутске, да, это Россия, да. Вот, он там был, и Господь его сохранил там, и он там все время свидетельствовал, и мы его ждали, через три года мы ждали. Почему через три года? Когда? Потому что он нам сообщил, что через три года Господь ему явился и сказал, через три года он вернет его домой. То есть, когда его только судили, дали десять лет, плюс пять лет поражения в правах, он получил откровение от Господа, что он вернется через три года. и он вам это сказал. Он написал нам в письме, и мы все ожидали, мы знали, что это должно быть от Господа, потому что он сказал, это возвестил мне Господь. И вы имели еще удостоверение, потому что до этого случая неоднократно Дух Святой через него открывал, еще раньше, еще до уверования, или, скажем, после уверования разные другие моменты Дух Святой открывал. Мы очень доверялись. Вы видели, что Дух Святой говорит через него? Понятно. И так вот и случилось. Он даже нам не сообщил, а подходил к нашему дому, и я первую увидела с окна, когда он подходит к нашему дому. И я так закричала, папа идет. А что в узах было у него? Расскажите. В узах то, что я, кажется, уже говорила, как до этого определения, когда уже ему сказали о выходе из тюрьмы, Господь ему открыл ночью. Вы не говорили об этом. Ну-ка. ночью открыл. Он видит во сне сон такой удивительный, что приходит человек, начальник, держит такой большой список и читает самого первого Дубровского Павла Ивановича. Вы освобождаетесь, переходите за своими документами, возьмите свои вещи, вы освобождаетесь. И вот он утром встает и говорит, вы знаете, ну там же в бараке же много есть заключенных, он всем им говорит, знаете, это от Бога было. Вот меня, но говорит, там список был очень длинный, который должны, но его первого вызвали. А список, который будет освобождать, там целый список был. Они все так обрадовались, говорят, если это случится, то действительно Бог есть. Все так подняли. И точно на следующий день или через день, я сейчас уже не могу все точно сказать, вдруг приходит полномоченный и точно так же говорит, дверь барак. Утром Дубровский Павел Иванович собирайте вещи, приходите документы, вы освобождаетесь. А они знали, что Сталин умер на то время? Еще не знали, но потом узнали, по какому случаю всех освобождали. А потом уже по алфавиту, он же Дубровский близко, и по асфалту все освобождали всех. По алфавиту, да. Федора Михаила уже тоже освобождали, он тем был, он уже побольше. Следующий Вера приехала, но он приехал и нас не предупредил. Вот так просто от радости мы чуть не... Татьяна Павловна, позвольте, я повторюсь, то, что я говорил в беседе с вами в нашей предыдущей программе, о том, что эту историю и еще очень редко несколько таких историй подобных мы слышали очень много на протяжении последних 30 лет, ну, кто-то в проповедях, в основном я слышал рассказы наших братьев-старших, что вот мы слышали, что кто-то получал откровения, и я живу, то есть я сегодня сижу с живым свидетелем, то есть с дочерью отца, отца, вашего отца, Дубровского Павла Ивановича, который получил это откровение, то есть это было явное чудо, явное чудо, поэтому, друзья, друзья, мы сегодня именно благословены, я когда слышу это, удостоверяю и меня, и многих из вас о том, что церковь, проходя такими тяжелыми испытаниями, трудностями, но она выстояла, почему, вводимые Духом Божьим суть сына, они были вводимые Духом Божьим и не поколебались в вере до последнего. И вот, когда он был в бузах, ему было тоже откровение, Господь ему сказал, что когда он вернется, он должен вести пасту мою. Что он будет пресвитером? Да, пресвитером, он будет служителем, и поэтому он об этом не говорил, но когда уже братья все собрались, вот уже нас это с церкви уже исключили. Вот, 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 началось гонение на вас. Не приняли духовное крещение, не приняли. прошлое, когда уже мы вернулись, все узники вернулись, тогда еще с большей силой стало очень умножаться, и мы стали по домам собираться, и поэтому до два месяца, до второго суда, это уже было в 61-м году, до этого, второй суд, тогда стали сильно КГБ обратно, потому что к нам приходили очень много военных, вот военные верующие, которые служили в Эстонии, они узнавали, где, и они все приходили, и в это время КГБ они обошли все эти соседи наши и просили, чтобы они давали данные, кто к нам ходит, когда ходят, кто ходит, и одна семья согласилась, они разведенные, большая семья, они согласились давать данные, потому что они что-то потом и вознаградят за это, и они очень за нами следили, мы даже видели, как под окном дети приходили, все слушали, что мы говорим, как мы говорим, и докладывали, да, и докладывали, вот, и поэтому даже все, которые военные, узнавали, кто к нам приходили, братья, и потом им в часть совещали, что они куда ходят, и их уже не пускали, и все письма наши перенимали, мы даже не знали, что письма нам приходят, вот, от братьев, там, от этих военных, и все это у них хранилось, в КГБ уже они собирали, вот, все, все это, и потом, и когда уже, ну да, когда они уже все это, получили все сведения, вот тогда они арестовали, все у них было на готове, а когда уже второй раз, они опять же нашли другого предателя, вот, с эстонской церкви, с другой, с баптистской церкви, одного пожилого человека, когда-то он был во время немцев, где-то у них служил, они зацепили за это, что мы тебя посадим, если ты не будешь работать на нас, его страхом таким взяли, и он согласился, и он пришел к нам внезапно, перед тем, как у нас объявили брак наш, Сергеем Григорьевичем, объявили брак, но мы уже тогда нас отлучили с баптистской церкви. Татьяна Павловна, вот это я хотел бы этот момент как предостережение для очень многих, даже из числа наших зрителей, которые имеют неосторожность говорить что-то против крещенных Духом Святым со знамением иных языков. Когда вас отлучили от церкви? Да, отлучили первых семь человек, семь сестер молодых, вот, а потом уже отлучили моих родителей, и у нас уже образовалась своя церковь. Правда ли, что некоторые, один, я называю, горе-проповедник с кафедры позволил себе сказать, что таких, как вы, надо расстреливать? Да, вот один проповедник, горе-проповедник, забыла его фамилию, но это не обязательно, один старый проповедник, когда я сидела в зале и слышал, вы слышали? Да, сама лично слышала, я почему и передаю, он говорит, вот таких, таких вот этих пятидесятников нужно расстреливать, что они, эти заблуждения, приводят людей в заблуждение и тому подобное. Ну, потому что уже стали, да, после, как вот, вернулись наши братья, во время, когда братья были, выбрали другого служителя, левоприцы церкви Русманова, он, он сначала, никто ничего такого не замечал, но когда, видно, стали уже его, это, КГБ вызывать и сказали, мы, мы закроем ваш молитвенный дом, потому что у вас собирается на дому и тому подобное, и он стал сильно нас преследовать и с такой яростью, что просто проповеди были насыщены все против Духа Святого, вот, и нам было очень тяжело, и мы молились, и потом пришло в такое время, когда нас исключили, и мы тогда были свободны, мы стали собираться по домам, и вот в то время стали, КГБ, подослали как раз вот эту, вот этого пожилого человека, и он пришел к нам на брак, потому что уже он принес подарок, что вот я хочу поздравить вашу дочь, я слышала, ваша дочь замуж выходит, и мы пригласили на брак, и он после этого везде, но мы уже тогда очень редко могли собираться по домам, мы собирались по лесам, по полям, по болотам, потому что так за нами следили, и каждый раз, где мы только назначали встречу, обязательно вот этот пожилой человек с нами был, и он все наперед, мы туда приходим, а там уже окружают нас. Татьяна Павловна, позвольте сделать паузу и спросить вас, мы беседовали до эфира с вами, конец этого, к сожалению, просвитера был очень плох, тот, который начал поносить Дух Святой против вас, против крещения Духом Святым, против иных языков, скажите, пожалуйста, что с ним произошло? к сожалению, мы говорим это к сожалению. Что с ним произошло? Потом стали братья замечать, что он пиво выпивает, видели, специально видели, сначала многие не поверили, потому что там еще в баптистской общине был папин родной брат, он тоже был служитель у баптистов, Дубровский Федор, вот, и он как бы очень заступался, чтобы наших не не исключали, но невозможно было, потому что очень уже это распространилось, и вот когда стали замечать за этим пресс-фитером Русмановым что-то, он встречается уже с одной хористкой видят их наедине на кладбище ищет и стали замечать, что он уже изменяет своей жене, вот, жена это уже узнала, говорила церковь, сначала не поверили, а потом и в конце концов уже это после второго суда, как уже наших судили, вот, открылось, что вообще он ушел из дома и начал, стал алкоголиком, да, алкоголиком, и потом он соединился вот с этой женщиной, которая была в нашем хоре, сестра, она была, он перешел к ней жить и оставил свою жену, и такой конец был, такое было поношение, такое страшное было поношение, что вот будучи пресс-фитер и такой конец, и он потом впоследствии внезапно умер, и даже такой конец даже нет уверенности, что он успел покаяться, да, потому что вот, и когда наша мама умирала, эта сестра, с которой он жил, вот, она пришла прощаться с нашей мамой, вот, и, а мама попросила у ней прощения, сказала, я тебя осуждала, я же умираю, прости меня, сестра, что я тебя осуждала за такой страшный поступок, она сказала, Клавдия Ивановна, я достойна, чтобы меня так, и ее конец был тоже очень, очень тяжелый перед смертью, вот такое наказание они потерпели. Я говорил в первой программе о том, что может быть Господь через это свидетельство, через ваше слово, и через то, что произошло с тем бывшим просвитером, которого ужасен конец, может предостережение для некоторых из вас, друзья, ряд из вас очень правильно, очень бережно и осторожно относитесь к вопросу крещения Духом Святым со знамением иных языков. Татьяна Павловна, есть тайные ученики, даже из числа наших братьев и сестер баптистов, с которыми я встречаюсь, даже молимся вместе, беседуем с ними. Ряд из пастырей баптистов, они в эфире, они очень правильно к этим вещам относятся и в частной беседе, и даже в эфире на программе влияния, ряд из баптистов, с которыми мы много общаемся, они со страхом Господнем, со страхом Божьим относятся к вопросу крещения Духом Святым, и неоднократно мне говорили, мы никогда не допустим греха против пятидесятников, чтобы похулить Дух Святой за крещение, поэтому, друзья, если вы знаете некоторых, даже в числе вашего общества, может в вашем обществе, где вы посвящаете некоторых, я их называю горе-проповедников, горе-проповедников, пусть послушают и посмотрят эту программу, закажите в нас копию, что может постичь человека, который хулит на Дух Святой. Написано, хула, на сына человеческого простится, но на Духа Святого ни в всем ни в будущем веке не простится, поэтому я сделал такую небольшую паузу с тем, чтобы сделать на этом ударение. Очень бережно и со страхом, друзья, будем относиться к истине крещения Духом Святым со знамениями иных языков. Это истина и Слово Божие. Это не выдумано ни вашим папам Дубровским, который получил духовный крещение, ни вами, вы прошли через это. Это в Библии, это из Писания, это обетование Духа Святого для Церкви последних дней. Поэтому продолжим. и вот, что я хотела сказать, как раз вот мы поженились в 60-м году, и в это время все время за нами следили, за нами гонялись, переписывали, и мы даже, знаете как, на кладбище собирались, чтобы нас там не нашли. Потом уже решили, чтобы за нами не следили, давайте соберемся около дома, где КГБ. Они не подумают, что мы туда. И вот, однажды мы туда собрались, прямо около их, но дома, и там совершили молитву, и потом разошлись. Вот, по-пятачевски делали. Ну, а потом стали смотреть, стали смотреть, что мы были первый раз, когда мы собрались, это в сторону Калавери, собрались мы своей общинкой на служение, на свежем воздухе, ну, такой, там не лес, даже такая большая поляна, и вдруг приезжают туда КГБ на машинах, знали, где мы, и там арестовали Мишу Федорова. Он уже был персвитером, и арестовали его первого. И вот один брат, посадили его в машину, один такой брат молодой, подбегает к ним, говорит, отпустите его, возьмите меня, я за него, вместо него пойду. Ну, конечно, это брат Анатолий. А его тоже, потом тоже взяли. Вот, его первого взяли, потом через какое-то время, может быть, недели две, вот, точно уже не знаю, у меня здесь все написано, приезжают, вечером, стучат в нашу дверь. Смотрим этот КГБшник и исследователь наш, даже, нет, кажется, прокурор сам был. И говорит, значит, мы приехали за Сергеем Федоровым, мы хотим его взять в город с ним побеседовать. Это ваш муж? На разговор. Это ваш муж? А вы только поженились? Да, Верочка разделалась с Верочкой, ей было два месяца. И тут же они сделали у нас обыск, все описали. и фотографии, к счастью, мы уже узнали, когда первые аресты прошли, мы все фотографии, вот их было, все удалили из комнаты, потому что они по фотографиям о каждом, о каждом они вызывали и спрашивали. А я сказала, нет, я знаю, что вы арестовываете его, вы обманываете, что вы берете только его побеседовать. Вот, и я стала собирать вещи, ему это некое там белье, что-то было там из пищи, а нет, не нужно, не нужно, это вам не пригодится, ему не пригодится. Я говорю, нет, я знаю, что вы его арестовываете. Вот, и таким образом он попрощался, Верочке было два месяца, попрощался он с ней, и вывезли и посадили в машину. И когда посадили в машину, мы смотрим еще одного брата, Матфеева, Ваня, тоже, он уже идет в машине, вот, и его уже забрали, и за стираж заехали. И что я, и вдруг я вспомнила те же самые слова. Ему закричало в машине, будь верен до смерти, и дам венеть в жизни. И мы до встречи их увезли. И мы после этого девять месяцев о них ничего не знали. Ничего не знали. Ничего. И девять месяцев после этого еще одно вот этого молодого брата Анатолия, который хотел все вузы вместо Федорова, его тоже забрали. Вот. Потом узнали через два месяца, как открылся этот наш предатель. Его направили в город Перду. два часа езды от центра города Таллина в Пярну. Его отправили в санаторий, чтобы он тоже там поработал, потому что там был пресс-фитер и еще брат Юрий Агафонов, который сейчас еще жив в Портленде живет. и как случилось. Одна сестра она это знала всех нас, она медсестрой работала в санатории, и вдруг она слышит, что кто-то по телефону слышит голос и узнает голос вот этого старого брата. И он называет имя, фамилия их следователя и назначает с ним встречу, где мы встретимся, ну по телефону только что приехал, и с ним хочет встретиться, значит ему так сказали, где мы встретимся, все-все поговорили, она слышит со стороны, а вот что раз с нашим следователем, она-то знает имя, потому что они же вызывали уже ее и всех там к следователю. И она узнала, вот это кто, если, и она в этот же самый вечер, когда она пошла за ним, тихонько, и он увидел, что за ним следят, она говорит, так интересно, он забегает в Перехмайерскую, вот, а она, говорит, ждет там сзади, потом он раз выходит опять до следующей улицы, она за ним, и таким образом она приехала в Таллинн и говорит, знаете, кто у нас предатель? Вот этот, я имя, фамилия назвала его, назвала, а это же папин друг, как считался, папа, да ты что, сестра, ты в искушении, что ли, чтобы на этого брата сказать, вот, и этот брат, этот, потом он узнал, что он открылся, а через короткое время, вот, арестовали там служителя и брата Юрия, Юрия вот этого, арестовали, и тогда, когда мы узнали, и точно узнали, что это он, было, ну, не вмещалось, он такой был любезный, он столько добра хотел сделать, все везде, все помогал, чтобы, и, и вот Бог открыл, и тогда мы от него стали, а когда еще он не открылся, до уз, самое главное, что мы назначили в лесу, в одном месте собрания, это несколько остановок от города Таллина, мы все туда приехали, сошли, встретились в этом лесу, и только начали служение, а вдруг смотрим, что это такой осень, с корзинами ходят грибники, думаю, чего нету здесь грибов, чего они здесь следили, и когда увидели, что один мальчик прямо прибежал, и увидел нас, и сразу обратно, и мы поверили, что узнали, и мы от них ушли, куда-то за болото, провели служение, они целые воскресенья, они за нами гонялись, со всей аппаратурой, и нас так и не нашли, а мы пели, служение привели, и когда мы возвращались, они только нас встречали, где вы были, значит, ну, и такое мы все узнали. Татьяна Павловна, настолько, к сожалению, два часа у нас прошло, как пять минут, и вы знаете, с моей женой мы были в вашем доме, наверное, неделю-полторы назад, и мы сели за столом в четыре часа после обеда, за столом в четыре часа у вас, в вашем уютном доме, и мы встали в 12 часов 15 минут, в 8 часов, вы заметили, я ни разу не встал, не помню, Инна, жена, вставала или нет, мы настолько слушали вас с открытыми ртами, настолько я имел благословение в 8 часов, не вставая, вот на одном дыхании, настолько эпопея и биография вашей жизни, настолько она поучительна, настолько я много почерпнул для себя и Инна так же, спасибо вам огромное, я хочу сказать нашим зрителям, что Сергей Григорьевич, он находится пока за кадром, в ближайшее время мы снова также с ним встретимся в одной из программ, ему 92 года, нет, 90 будет, 90 будет, прошу прощения, в апреле будет 90 лет, я так и имел ввиду, за рулем, еще за рулем, едете, въездите в церковь, служите Господу, всегда вижу вас настолько, вот я вам скажу, как на духу, всегда вы полны желания служить Господу, молиться, много молящаяся семья, очень жалко, что время не сэкономило рассказать, как суд с тем дней проходил. А у вас еще будет возможность, мы будем молиться, чтобы Господь еще возможность предоставил, Господь да благослови, в этой беседе мы продемонстрировали и вы подтвердили с Божьей помощью, насколько церковь, она непоколебима, она проходила через трудности, гонения, испытания, проходила через долины смертной тени, через настолько тяжелые, тяжелые трудности, которые, но Бог сохранил. Даже люди, за свидетельствием, во время суда приходит женщина и говорит мне, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая сила противостать всей этой, ну как сказать, это весь город был в движении, весь Сталин собран был в это. И вот такие девочки, сестры, молодые все, они, их требовали, чтобы они давали ответ, они молчали. Мы вас накажем, мы вас посадим, все, что с ними с работы, они молчали, не давали показания. Вот, и увидели людей, сказали, откуда у вас такая сила. Вот неверующие даже свидетельствовали. У вас есть телеобъектив, у вас есть буквально минута. Короткое обращение, что вы хотите сказать молодому поколению, поколению вашего возраста, возможно, пожалуйста. Я тоже самое, что могу сказать, что я узников говорила, то и всем. Будьте верны до смерти. Если вас Бог призвал молодыми, будьте верны до смерти, не сворачивайтесь с этого пути. Служите Богу, потому что это самая лучшая пора жизни, когда вы служите Богу, доверяетесь Ему. И Бог вас хранит и поможет во всех трудностях. Я знаю, и доведёт Господь вас до небес. Это верность Богу нужна. Если вы дали обет Господу, то нужно его сохранить. Обет Господу нужно сохранить. И встретиться за крестом, а другой радости больше нет на этой земле. Не добавлю и не убавлю. Вот то, что вы сказали, этого достаточно. Нечего даже добавить. Мы любим вас. Будьте благословенны. Оставайтесь с нами на импакте. И помните, Иисус Христос любит вас много и велико. Татьяна Павловна, спасибо вам огромное. Спасибо. Господи, благодарим вас, что вы отозвались. С превеликим удовольствием. Услышать, как Господь действует, и в Таллине как действует, и везде, повсюду. Вот слава Богу, что Он всемогущий и всесильный. И будет спасать свой народ. Снова к этому и не добавить, и не убавить. Спасает свой народ. С этим мы и расстаемся с вами. Будьте благословены. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»